Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Арза и сегодня мы продолжаем проходить модификацию плохая компания 2Mason. У нас с вами на повестке дня. По сути, два основных задания на этой локации не считаем вот этой вынужденной обстановки. Для начала у нас есть задание выгодное дело, которое я пока что, это у нас контракт ловца, как вы помните, пока что оставлю на самое сладкое, мне кажется, оно будет очень интересным. И все-таки я сначала хочу сходить на стройку, так как у нас здесь какой-то есть важный персонаж, это дополнительный квест. Дополнительный квест это всегда интересно и плюс, возможно, там есть какой-нибудь торговец, с которым мы сможем купить необходимые транзисторы. Также есть стоянка охотников. Единственное, что меня напрягает, как вот эта стройка граничит база анархистов, или, возможно, база анархистов для нас не такие уж и отрицательные персонажи, может быть, бандиты для нас желтые. Вот в чем дело. Но, так или иначе, настройки по-любому обитают. Либо сталкер, либо все те же бандиты, что мы сейчас с вами и выясним. Ой, вот не надо только, пожалуйста, радио, хотя, в принципе, у меня монетизации и так нет. Ничего страшного. Но музыка из старых советских фильмов это, конечно, нечто. Ну да, это бандиты. Волына. Ты что, охренел? В смысле, охренел? Ух ты. Ты у нас еще... Кто такой? Наш личный ящик. Что делает наш личный ящик на базе бандитов? Ладно, давайте поговорим уже с кем-нибудь. Заберем все, что плохо лежит. Вот отсюда. Иди бугру по ушам катайся, а мои не казаные. То есть, здесь можно посидеть. Значит, остается только поговорить вот с... Вот с этим персонажем, ну... Здорово, кто-то есть там. А, это есть прон. Я не верю своим глазам. Сам масон посетил меня. Может, я и вправду так знаменит, что даже сам прон оглоблен, рад меня видеть. А, я где-то помню. Нам говорили, что их нужно убивать, как только мы увидим, так как они чрезвычайно жестоки. Вот только где я это видел? Кто мне это говорил? Шустрый, по-моему, не помню. Может... Конечно, знаменит. Все знают прискуску о том, как ты с султаном разгромил непотопляемый. Это в прошлом. Разве тогда почему-то здесь, в самом крупном скоплении бандитов. И заметь, ни один браток на тебя волыну не наставил, и бабки за проход не потребовал. Тебя уважают. Может быть. В любом случае, мне не к кому больше обратиться. Я хочу свалить отсюда. Двигаю на север. Поможешь? Без проблем. Но ты в курсе, что недавно случился выброс. А потому прежние тропки уже недействительны. Нужно подождать. Раз ты здесь, я как раз имею одно дельце, чтобы скрасить ожидания. Даже не знаю, мне нужно подумать. Безусловно. И вообще, не стесняйся. Ага, если будут проблемы, смело обращайся. Вам пацаны сидят без дела, они рады любому кипишу. Подойди к волыне, обрисуй тему, и он решит, что делать. К чему такая выслужливость? Благодаря тебе я стал паханом. А я щедр с тем, кто помогает мне. Продолжим же помогать друг другу. Ну, не теряйся. Ага. Появился способ добыть карты, но, естественно, просто так их не заполучить. Несмотря на обещание прона, за них он требует ответную помощь. Также есть... Волына. Это все классно. Отлично. У нас появились метки. Здесь есть торговец, здесь есть техник. Друзья, давайте сначала наведомимся туда. Я скину снаряжение, большую часть снаряжения. Может быть, и прикупить, чего удастся. А потом уже поговорим насчет заданий. Ух ты, тут на крыше. Я просто на крик. Врагу не сдается наш сильный столдат. Что-то он говорил, что-то такое. На крыше некий псих. Я просто мимо шел. Голоса, они зовут меня, уйди. Или они позовут тебя. Кто зовет? Духи. Им нужен третий. В каком смысле? Ритуал. Тайна трех. Им нужен третий. Спаси меня. Ты только не волнуйся. Сейф с ключом. Еще. Ну, пока что... Никакого продолжения этот квест не имеет. Зачем я вообще сюда забрался? Ну, как обычно. Найти что-нибудь интересное. И вот я нашел. Нашел. Найти что-то не сдается наш гордый варяг. Пощады никто не желал. Наш гордый варяг. Понятно. В поисках я тут нашел... Вот в этом месте. Думаю, стоит вам показать. Я нашел коробку шпилек. Четыре шпильки. Возможно, с помощью них мы сможем взломать какой-нибудь интересный тайник. Это очень ценная находка, потому что в одном из таких тайников мы нашли Севу, как вы помните. Спустился я вниз, где у бандитов склад. И тут некий Джек Кондо. Чувак, не понял. Ну, типа, братан, освободи меня. А, как? Это Сободовец какой-то? Не знаю. Тут уж твоей фантазии все зависит. Постой, ты ведь Сободовец, да? Ты капец наблюдательный. Что ты имеешь против? Я думал, ваша группировка распалась. Так и есть. Ее, походу, последний выживший. С одной стороны прикольно, с другой одиноко как-то. Еще и в клетке сижу. Мэн, помоги. Я попробую. Блин, охрана возвращается. Постой. Группировка Свобода распалась. Сначала Долг нанес мощный удар по основным силам Свободы. Потом бандиты довершили начатое. В этом есть и моя вина. Но в глубине души я сочувствую этой группировке. Чтобы спасти Свободу, можно пойти на хитрость. И ночью, вооружившись пистолетом, глушителем, расправиться с охраной. Или в открытую напасть, перебив тех, кто встанет мне на пути. Тогда все бандиты опачатся против меня. Еще можно попытаться договориться с Паханом. Ну, наверное, я попытаюсь договориться с Паханом. Я думаю, это лучший способ. Я в этом практически уверен на все 100%. Я по-прежнему бегаю, ищу что-нибудь интересненькое. Но пока, кроме парочки мотков медных проволок, баночки транзисторов. И в таком духе я пока ничего не нашел. Ну, и пока что показывать вам не стал. Да, не зря мы нашли отмычки. С помощью них мы со второй попытки открыли вот эту дверь. Здесь какой-то склад. Здесь очень много всего. Но... Что мне из этого действительно нужно? Я не знаю. Получается, у меня осталась одна коробка транзисторов. Осталось ее найти только. Бинт. Где же она может быть? Все остальное, в принципе, не особо-то и нужно. Ящик. Это мы заберем, пожалуй. Это не открывается. Энергетика, аптечка. Гадюка. Антирады я, пожалуй, возьму. Это мне пригодится. Калаши вряд ли пригодятся. Тем более... Хотя... А, ну даже мы гадюки выкинули. Прямо, по идее, можно все это взять, чтобы просто продать. Включаю запись. Погадаем кое-что интересное. Вот здесь вот на вышке. Я взломал замок. И достал какую-то записку снайпера. У нас осталась одна шпилька. Одна единственная. Не знаю, стоит ли это того или нет. Но это записка снайпера 2. Как давно не гулял по этим проклятым землям. Думал, что братков тут тьма немереная. На деле же мутанты до аномалии, а вся шваль на базе тусуется. Маловато как-то бандюков. Даже странно, эту базу еще никто не отбил. Да, война группировок закончилась. Все теперь залезают раны. Наши же умники. Решил действовать на опережение. Сразу завалить Борова. Прежде чем он будет способен на черной рывок. Как это было с уничтожением свободы. За что, кстати, тут не взлюбили этих ребят. Их ведь рвали со всех сторон. Долг на юге, Монолит на севере, наемники с востока. Даже обычные сталкеры где-то затесались. А вот бандиты добили их. И в награду получили звание всеобщего козла отпущения. С каким-то особым остервенением все накидывались на братков. Даже мою команду не сделала заказ на лидера преступной группировки. Рекогонстировка показала, что Боров вовсе не покидает своих апартаментов. Видимо, совсем обленился. Поэтому валить буду отсюда из винтовки, когда он в очередной раз подойдет к окну покурить. Ничего не понимаю. Снова отменили операцию. Что за неразбериха там творится? Сначала от Воронина приказали избавиться. А в последний момент указали новую цель Борова. Теперь же он не в приоритете, а заказ дан на валерьяна. Ладно, хрен с вами. Мы дело маленькое отправились на кордон. Но помните, мы нашли тело снайпера? Я думаю, вы помните. На железнодорожной насыпи. Вот это, так скажем, маленькая такая микроистория. Оп! Какой-то сталкерок нас остановил, когда я уже подходил к базе. Ты тут бы не шарился. Почему? Читать умеешь. Над входом табличка висит. Что-то не заметил эти каракли. Мне показалось, что это просто стена потрескалась. Объясню для тугих. На втором этаже засел свободовец, который прикончит любого, кто зайдет. Если жизнь дорогая, топ и стороной. А ты, типа, петушок смотрящий? Что? Твоя правда. Сижу тут целыми днями, заколебался. И давно ты так? Вторую неделю уже. А свободовец как там оказался? Дурацкий случай вышел. Мне его на допрос было велен везти. Ну, только из тюрьмы вышли. И я тут же получил от него по морде. Очухался, освободовца и след простыл. Оказалось, он в полудырку пробил. Это тот свободовец или нет? И в подвал юркнул. И по коридорам прямо в это здание попал, где мы держим амуницию с провизией. И охранник тут тоже зазевался. Ну, то есть, был пьян в хлам. То есть, ты поплотился жизнью. А теперь свободовец сидит на жертве с оружием. А я сторожить его сюда назначен. Выкурить пытались? Все оружие у него. Гранаты тоже. А мы ведь не богатый народ. Да и как выкурить-то? Здание крепкое, маленькое. Развернуться негде. Были смельчаки, которые пытались пробиться. Вон они лежат. Отсюда видно. Так что сунешься наверх, сыграешь в ящик. А почему здесь нельзя? Ага. То есть, оружие здесь достать нельзя. Ну, окей. Воно. И с места. Боже, что это было? Цветовая граната. Я из подручных средств собрал. Какого хрена тебе здесь надо? Мне сказали, зайду сюда, убьют. Смерть ищешь, сталкер? Нет. Просто ты принял меня за сталкера. Ты не похож на бандита. И хоть и с рей бандитов гуляешь. Почему не убил? Поэтому не убил, верно? Может быть. Так что тебе нужно? Я так прикинул, что вызволять тебе надо из этой ловушки. Ты готов мне помочь? Почему? Я все-таки сталкер, а не бандит. Ты среди бандитов. Знаешь, я будто бы имею преимущество перед другими людьми. Не могу объяснить, но я чувствую, что я имею право. Некая сила позволяет мне это. У тебя есть план? Пока нет, но что-нибудь придумаю. Ладно, можешь здесь ходить. Я не буду стрелять. Но если бандит сунется, убью. Так, еще один трупешник. В принципе, у него тоже особо ничего интересного. Еще одно задание. Вымирающий вид. Еще один свободовец. Вану оказался в очень сложной ситуации, из которой мне предстоит его вытащить. Помогая свободовцу, я замаливаю грехи прошлого, когда я безжалостно расправлялся с бойцами свободы. Чтобы вызволить Вану, мне придется попотеть. Самый простой вариант. Так, ну это то же самое. Обмануть охранника или ночью вооружившим пистолетом просто убить его. Попытаться обмануть охранника. Хм. Либо же... Ой, с этим можно говорить с паханом. Так. Ну, что нам может рассказать Вану о себе? Ну, в принципе, обычный диалог. Не буду я его читать. Вернулся. А я слышал какой-то шум. Думал, прихнопнул тебя наш хлопчик. На этот раз обошлось. А я еще голоса слышал. О чем говорили? Твое дело. Слушай, если ты с ним на короткой ноге, то, может быть, ты его прикончишь? Охренел? Ну, ты с нами или нет? Слышишь, ты меня на понт не бери. Это твоя проблема, не моя. Понял? Да понял, понял. Жизнь несправедлива. Ну, давайте попробуем. Надоело тут сиживать, да? И не говори. Ну, так, давай я тебя подменю на время. Не годится. Влетит мне, если я уйду. Вот, кстати, дипломат. Второй раз предлагать не стану. А ты так и будешь тут куковать до скончания времен. И то верно. Часок подменишь, я хоть бар сгоняю, отдохну по-человечески. Заметано. Отлично. Время пришло. Что, в чем дело? Я отвлек твоего Назерапи, есть время, чтобы у тебя уйти. Ай, молодец. Но в тюрьме еще Джакон достался. Его тоже нужно освободить. Я постараюсь его вызвать. Спасибо, друг. Удачи. Как обстановочка. Происшествий не было, кстати. Задание от Куратора пришло. Ну, с меня прочитается. Без проблем. Без проблем. Так. Он так и будет думать, что... Этот здесь сидит. Понятно. Кстати, мы туда проникнуть никак не можем. Кстати, через верх. Как вариант. Пришло сообщение от Вано. Спасибо, брат. Я в долгу не останусь. Я кое-что для тебя оставил на старом заводе. Ага, отлично. Заглянем, заглянем. Нашел тайничок. Вот здесь вот находится. Здесь у нас есть кое-что полезное. В том числе, артефакт душа. Забираем. Потом продадим торговцу. Я все бегаю, бегаю в поисках коробки транзисторов. Понимаете? Я нашел все, что угодно. Просто все, что угодно. Вот этих мотков, медный проволок, всяких плат. Ни одной коробки транзисторов. Еще кое-что интересное. Здесь же, в этом же здании, на втором этаже, есть такой интересный кабинет. Вот здесь вот лежали карты. На одной из карт можно обнаружить ряд цифр, записанных карандашом. 260, 486. 260, 486. Доклад следопытов. Интересно. Знаете, что интересно? То, что я вот здесь вот во дворе, тут есть яма. Куда скидывают, я так понимаю, трупы. И вот в одной из таких ям я нашел труп некого следопыта. Я тогда не понял, что это, к чему это, зачем это. Ну вот, походу, здесь все связано. Так. Доклад следопытов. Покинув кордон, мы направились в темную долину, в надежде отыскать другие источники сигнала. Но так как поиски хотя бы одной зоны занимают достаточно много времени, ввиду дальней, 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 дальности работы рации, я придумал аппарат, способный выявлять даже самые незначительные колебания радиоэфира. Друзья, это то, что нам нужно на кордоне. Помните? 1400 дБ. Благодаря своей разработке в кратчайшие сроки нам удалось обнаружить еще одно послание. Одно транслировалось рядом с болотом около трубы. Все на той же частоте. 1400. Вторая зона необычной активности была обнаружена на базе бандитов рядом с антенной. Однако туда проникнуть будет непросто. Поэтому часть группы я отправил дальше, договорившись встретиться на дикой территории. А я решил остаться и лично попытаться проникнуть на базу бандитов под покровом ночи и добыть это послание. У нас тоже добавили здесь некие радиопомехи. Но я по-прежнему не особо хорошо понимаю. Еще один тайничок находится вот здесь вот в яме. Одна шпилька. Вот эта вот плата. Медуза. Короче, это все не особо нужно, просто на продажу. Так, давайте для начала попробуем договориться вот насчет Свободовца с Проном. С чем, пожалуй? Слушай, я хочу поговорить насчет Свободовца. Что тебя интересует? Дай ему вольную. Пацаны не поймут. Это все, что тебя волнует? Боишься потерять свое место? Не только пацаны могут отнять твою жизнь. Ладно, твоя вела. Можешь освободить Свободовца, обратись к тюремщику. И еще, я не люблю играть по чужим правилам. Я тоже. Поговорить с тюремщиком. Нужно убедиться, что с Джекондой все в порядке. Вот типа я слушаю. Так, у нас по-прежнему есть еще задание у Волыны. Блин, я так и не нашел банку транзисторов до сих пор. Ну, пойдемте. Где тут, парень, ты? Или с тобой поговорить? О, кстати, тут два диалога. Здорово. Здорово, видали? Чем ли обязан? Расскажи, как Свободу побили? Этого молодчика в плен взяли. Я понял, короче, это обычный диалог. Яд Пахана, он дает вольную этому пленнику. За базар ответь. Отвечаю. Ключ давай. На. Давайте откроем. Говорится, Свободовцем. Свободен, никто тебя не тронет. Спасибо, друг, век, не забуду. Так, Свободовцев мы освободили. Получено достижение. Гуманист. Давайте еще что-нибудь прокачаем. Нам, на самом деле, очень сильно помогли наши навики дипломатам. Опять же, вот эти два навыка даже трогать не стану. Давайте будем качать дипломата. Просто на максимум, возможно, как бы... Это влияет просто на сюжет, а сюжет в этой игре это самое важное, поэтому, я думаю, стоит качать именно эту часть. Сегодня прямо у нас серия какая-то специализирующаяся по всяким мелким заданиям, но я считаю, сначала нужно выполнять уж мелкие задания, а потом уже приступать к крупным и основным, чтобы ничего не пропустить. Если твоя жопа приключений ищет, то считай их здесь выдают. Окей, помните, мы встретились с психом там на крыше? Что за мужик там на стройке кукует? Псих? Это я догадался. Что-нибудь еще? Когда-то он был честным вором, но его всегда тянуло на мистику, поэтому и в зоне оказался. Погоняло псих он сразу же получил, когда первый раз через железку... Лез через железку. Решил псих попутно вояк грабануть вот так. Натурально. Но был пост зайти, забрать, что надо и сварить. Само собой, ближе, чем на 100 метров он не подошел, а ведь на пролом шел. В общем, боженька его уберег, а пацаны зауважали. Когда Боров стал собирать братву, чтобы свободу выбить с этой базы, псих тоже откликнулся и с тех пор отсел здесь. Но тебе, конечно, интересно, почему он головой тронулся? Все дело в ради приемнике. Крен его знает, где он его откопал. Долго возился с этой штуковины, пока танк-энс не заработал. Не знаю, в чем дело, но шум приемника, походу, свел психа с ума. Все так просто? Проще некуда. Сидит теперь там, орет. Что-то и слушает эту поганую магнитолу. Мы хотели ее выбросить, но он не позволил бы. Как-то даже говорил, будто слышал, как из приемника доносились какие-то звуки, будто бы даже голоса, которые говорили, что нужно делать. Понятно. Но этого вороненка кажется, скоро кто-нибудь подстрелит. А и пусть хоть мучиться не будет. Такие вот пироги. Ну и еще давайте одно выполним, так сказать. Сажим, это задание, не задание, не знаю. Оно просто у нас на фоне есть. Я купил у торговца радио. И у нас вот здесь вот есть два места, помните? Вот из этой вот записки. Также у нас есть заметка номер 23. Нет, подсказка. Вру. Хоть в зоне аномальные явления то и дело искажают или вовсе глушат сигнал, а спутники не могут летать над мертвыми землями, кое-какую связь уже можно поддерживать. Таким примером является самодельное радио. Оно крайне просто в сборке, но чрезвычайно эффективно в использовании. Радио способно ловить сигналы практически любой сложности по двум каналам. Диапазонам. СВ и ДВ. Для работы достаточно выбрать канал и настроиться на волну. Если повезет, можно услышать не только музыку, но и чьи-нибудь переговоры. Выходя из меню радио, она выключается и трансляция прекращается. У торговцев возможно перебрести инструкцию для самодельной сборки радио. У нас чистота, как вы помните, 1400. 1400 для В. Он автоматический, что ли? А почему здесь нет планки? Не понимаю. Просто какие-то помехи, не более. Ага, двойные нажатия. Мы можем переключаться. Я понял, не сразу разобрался. Выбираем 1400. Наверное, нужно его и выключать. Ну и что? Ничего больше мы не услышим отсюда? Первый-первый, а второй выдвигаемся. Да, похоже, все. Похоже. На этом все. Давайте отправимся на другую точку. Вот сюда вот. Заодно, кстати, поищем артефакты и заберем тайничок. Сейф. Так, сначала давайте забежим, вскроем этот сейф. 282-550. 282-550. Винтовка. Анаконда. Ну, возьмем, ну, знаете, чисто... Рей того, что продать. Наш персонаж и так чрезмерно плохо бегает. А здешний ремонтник может только починить. Он улучшать вообще не может. И я уже в какой-то степени... Ну, отчасти, конечно, но жалею то, что продал севу, потому что она давала неплохой буст к весу. Ой, точнее, зарю. А сева и сама, помимо того, что она весит десятку. Так еще и... Переносимый вес у нее... Поменьше. Так. Теперь давайте заглянем в топе. Попробуем найти здесь... О, кстати, сразу два артефакта мы сможем найти. Желание заработать все-таки перевело тебя ко мне? Или тебе нравится искать свою жизнь? Не дождешься. Сам-то как здесь оказался и как мне занять твою должность? Ну, для тебя это... Всего лишь нужно с пеленок вести дружбу с егерем. Вот оно как. Егер все это придумал и потихоньку втянул меня в дело. На самом деле мы были учеными, приехали изучать зону. У нас были амбиции, стремление к неопознанному. У нас плохо финансировали, поэтому и мы стали продавать, так скажем, лишнее. А спрос-то оказался бешеный. Запустить конвейер, дело времени, учитывать, что в наличии у нас новейшее оборудование, главное знание. Пока они одни лезут в аномалию за Медузой, мы находим редчайшие артефакты, которые никто никогда не видел, так как детекторы сталкеров попросту не могут их обнаружить. Значит, ученую-братью вы решили оставить, став попросту сталкерами? Не совсем. Разработки, безусловно, продолжаются. Но теперь мы выступаем как спонсор. Например, бункер на Интере существует только за счет наших взносов. Знаешь, с этого дела выиграют все. И сталкеры, и ученые, и люди за большой земли. Если с этой стороны посмотреть, а с другой, ладно, давай работать. Как скажешь, артефакт называется маяк. К слову, я хоть и не математик, но посчитал, что стоимость прошлого артефакта была в районе 9000. Судя по проценту, который я получил, маловато. Не находишь? Понимаю, твой беспокойство. Артефакты хоть и нельзя добыть без помощи спецтехники, однако, как подсказывает практика, некоторые из них даже при таких условиях достаточно часто попадаются в аномалиях. Масон, если бы ты знал, какой торговый оборот у артефактов, для этого даже биржевые площадки открыли. Вот там-то цены устанавливаются уже вне зависимости от нашего желания. Как все сложно. К делу. Детектор нужен при себе. Давайте искать. Нашли мы сразу два артефакта. Это самая обычная душа, которую из обесценок можно продать. И маяк. Сверхплотный сгусток субтанции. Химзащита ПФ4, реляция минус 4. Отличные показатели. Артефакт у меня. 1500. Договорились. Деньги хоть и маленькие, но, так как я, на дороге не валяется. У нас, к сожалению, уже темно, но поспать мы еще успеем. Давайте посмотрим, что мы здесь успеем. Сможем уловить. Вот на этом месте. 1400. Не забываем. Ни хрена не понял, если честно. Мне кажется, для полной картины нужно было... Ну, что-то закашлялся. Провернуть то же самое на кордоне. И тогда бы, возможно, это что-нибудь доизменило. Но пока... Пока я ничего не понимаю. Да. Друзья, в принципе, мы разобрались в этой серии со всякой мелочевкой. Со всякими мелкими заданиями. По-прежнему я не нашел эту гребаную банку транзисторов. Коробку, точнее. Давайте, наверное, заканчиваем эту серию. В следующей серии мы тогда займемся заданиями с бандитами. Посмотрим на выгодное дело. Сможем ли мы наладить поставки. Но это будет уже все в следующей серии. Друзья, а пока обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Меня это очень сильно мотивирует снимать в дальнейшем ролики. Но с вами, как обычно, был Арза. Увидимся в следующей серии. До встречи, сталкеры.